Благодарю, благодарю! Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире! Это наша судьба! Потому что удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье, это наша судьба! Величайшая, легендарная команда! Приветствую вас! Благодарю за эту вот возможность выступить на международной трибуне победителей! Меня зовут Валентина Таланкина, мне 27 лет. Я проинтеллект-тренер 2-го ранга, живу в Мао-Югре, в поселке Горноправдинск. Я замужем, двое детей. Я из семьи верующих. Мой отец диакон, а муж священник, то есть я матушка. И вот большая благодарность моим родителям за вот этот вклад в меня, особо вот в первый год моей жизни, так как, ну, такая черепная травма была, и они сделали все возможное, чтобы я жила. И вот большая благодарность родителям. А начну повествование о себе со стиха, который написалось 17 августа 2022 года. Это был просто крик души, и после него события стали происходить просто невероятные. Что-то давно я текста не писала. Друзья, такое я пережила. Упадок сил, уныние, печалька. Какой же я была, вот это да. Виной тому перфекционизм, зараза. Ведь знаю, идеала нету на земле. И все же, что-то из себя изображая, о, как устала быть в этой игре. Я, как и вы, обычная девчонка, жена и мать, плюс матушка, да-да. Все от меня чего-то ожидают. И как хочу с собою быть всегда. Отныне всем я заявляю. Живу, высказываюсь мыслью я. Того, как сердце пожелает. Не как удобно окружающим меня. Хочу с собой быть, радоваться, бегать. В душе ребенок я и не стыжусь. Учусь жить взрослой жизни. Забавно, да? И все учусь. Скажу, как есть. Не сразу поддается. Провалы, неудачи и загон. Перфекционизм и тут мне не дает покоя. Ошибаться норма, это закон. Благодарю всех, кто со мной рядом. Правда, друзей по пальцам посчитать. Но мы исправим это вместе. И дружбе с вами путь всегда открыт. Да, вот этот стих, он потом открыл такую череду разных событий в моей жизни. Я искала себя, искала в храме. Потом на тренинге Тони Робинсона была, в стартапах разных участвовала. Прошла курс, чтобы принять себя в кадре через медиа. И было положено начало, но мне было этого мало. Я обучилась на медиа-тренера, чтобы обучаться и совершенствоваться самой. В декабре, услышав речь местного владыки о возрождении духовно-нравственных ценностей, я загорелась этой идеей. И предлагала всем начать путь через трансляцию себя в блоге, так как это ведь и есть проповедь. Среди православных я поддержки не получила. Я как голодная, я жаждала внимания, любви, взаимопонимания, признания, но этого не происходило. На очередной планерке медиа-тренировок, когда все ставили цель, а я только училась это делать, начальник объявил свою, что ближайшая его цель – это купить дом на Бали. Меня как молнией ударило. Что я вообще здесь делаю? Хотя вот благодаря вот этому курсу по медиа я познакомилась с Натальей Кирсанкиной. Мы были бадди, я делилась с ней своим, она своим, и мы как бы дополняли друг друга. И вот в пик моего полнейшего вот этого выгорания, это был канун моего дня рождения, 7 февраля. Ровно 6 месяцев после того, как я заявила в стихе о своем намерении просто жить, Наташа подарила мне вот этот курс «Суперджамп» на день рождения. Я приняла это как крайнюю возможность поднять себя. А почему бы и да? Тем более, что сверхцель – помощь людям, а не дом на Бали. Я прошла 7 тренировок как ученик, наполнилась. И сейчас наполняя других, я 2 тренировки провела уже сама как тренер, и 2 еще у меня стартуют с понедельника. Вот этот курс «Суперджамп» я называю «Возвращение к себе», потому что это ответ на мой запрос. Вот как быть человеком и просто жить? А еще вот 3 года назад в разгар пандемии я потеряла ребенка внутриутробно на 11 неделе. Долго не могла просто принять вот это и уходила в чувство жертвы. Но сейчас, благодаря нашим упражнениям, я осознала и приняла вот этот опыт и наглядный пример того, как страх сковывает и просто не дает жизни. Сейчас природа в семье намного улучшилась, как с мужем, так и с родителями. Особо вот полюбила упражнение «Будьте здоровы». Оно так смывает вот эту тревожность, усталость, и тещает голову, и ты буквально как чистый лист. Плюс еще вот эта прокачка дружелюбия к миру. Вчера, после новости о победе, чтобы остыть, вышла в огород облиться, а на улице на минуточку было минус 36 градусов. Муж в пуховике мимо проходил, а я в купальнике. Вообще забавная картина. Зато это был мой первый опыт, так на морозе, на улице. Зато помогло. Кстати, после только второго ведра. Аудиотренинг мне помогает поднять самооценку, хотя я его долго не могла принять как упражнение, потому что внутренние убеждения не пускали меня. Потому что, ну как правило же ведь, что только молитва признается и все, а ведь обновление системы-то наше перепрограммирование никто не отменял. Еще вот было у меня такое большое, огромное зерно неверия, недоверия и жалости к себе. Что почему я не в команде у Роберта Ра, куда я вообще попала, что здесь происходит. Но я со временем вот поняла и приняла ситуацию, просто доверилась наставникам и команде. Потому что ведь все, что нас окружает, это плод наших мыслей. И все, что из нас торчит, то нас и цепляет. Поэтому я начала вот такую работу над собой. А цепочка наставников у меня просто самая лучшая. Я, кстати, даже в аудиотренинг написала это себе, чтобы еще глубже вот это понять. У меня классная и шикарнейшая команда. Как только я открылась вот этой просто мысли и просто... Артему я... Я даже Роберту звонила на телефон. Благодарю всех и каждого. Вот вклад в меня, вклад в мое раскрытие, совершенствование. А также большая благодарность вам, наши великие наставники. Это Владимир Довгань, Петр Силкин. За вот тот опыт, за проделанный труд вот в поиске вот этих жемчужин. Вы ежедневно вкладываетесь в нас, мотивируете на рост, проводя буквально простые, понятные примеры. И благодарю всех вас, дорогие наши участники, за то, что вы своим развитием укрепляете наше сообщество, где царит доброта, честность, уважение, взаимопонимание, дружба. Благодарю всех и каждого сердца. А мы благодарим вас, ярчайшая Валентина, эти аплодисменты. Все, ребят, все сердечки, все, ребят, ура!